дорогие друзья мои добрый день с вами мария карпинская новое планетарное телевидение я прежде чем обозначить тему сегодняшнюю она вы не поверите какая она важная и очень многое мы поймем из нее я хочу просто вам немножечко так ну это не хвастовство нет это просто сказать вам о том что мои проекты книг были размещены сейчас вам скажу где на какой-то там 10 xl 18 на 18 международной выставки презентации научных технических учебно-методических и литературных художественных изданий вот и были размещены обложки к этим книгам потом описание мной написано резюме книгам на английском и на русском языке комиссия проверяла международная эти все книги 10 книг да и вот все восемь книг им были присвоены медали за верность традициям отечественного образования с удостоверением ну конечно все это надо чтобы получить медаль сегодня удостоверение нужно оплачивать это все понятно но все это размещено на сайте нарисованная медалька две остальные книги открытая книга детства и лилия белой саги книга поэзии за это там какой-то там ну лауреата но не важно там в общем я получила достаточную оценку а самое главное что это размещено на этой выставке презентации даже скажу научных технических учебно-методических и литературно-художественных изданий вы знаете это это хотя бы уже первая подвижка к тому что надо готовить будет все вот эти книги по-настоящему у одному экземпляру они изданы я уже говорила теперь нужно будет издавать уже по-настоящему ну и завтра я на заседании уже в администрации президента на три минуты буду представлять доклад связанный с александром сергеевичем пушкиным это вот такой вот подвижки которые начались очень так неожиданно и удивительно на самом деле не удивительно и тема сегодняшняя она прозвучит так духи духи язычества и христианская душа и почему в нашей жизни идет вечная борьба одного с другим так вот мне помогает разобраться во всем вот вот уход я уже сереже кузнецова кузе он ответил мне на очень многие вопросы потому что неважно где человек находится поклоняется ли он ходит в церковь это совсем не важно просто есть люди которые уже рождаются и про них можно сказать что это христианская душа не завидует добрая ну вот все заповеди которые там есть вот это соответствие вот я посмотрела там кузе это христианская душа хотя он может никогда и не молился или молился это неважно просто христианская душа значит вот моя бабушка это была христианская душа мой отец что-то среднее между христианской душой все-таки и духами язычества да мой дед совершенно стопроцентно павел это язычник и мать язычница и я теперь понимаю что когда произошла революция и образовалась ссср до советской власти вот уничтожали все эти храмы христианские это тоже шла такая проверка проверка на то как люди примут на самом деле вера в коммунизм и дедушка у меня было вот у моего деда был родной брат он остался белым генералом все кто служили у царя они же были христиане но они были это казачество было поэтому там было на половину духе язычества на половину духе христианства вот бабушка стопроцентная христианка поэтому деду наказывал постоянно постоянно ее жучил и вот мы с бабушкой вместе в окно выскакивали когда он там евдокия принеси мне то а что то не говорил бабушка должна была догадаться но у нее была очень добрая христианская душа вот у меня соседка маруся которая сказала ты теперь моя дочка ей 83 года я делала передачу с ней тоже христианская душа она очень сильно верующий человек очень а люди которые не очень верующие это духи такого назовем язычество других каких-то богов да и поэтому разница огромная вот я сейчас смотрю этот огромный сериал с сезонами третий сезон уже викинга ужасный фильм со страшными сценами битвы этих всех вот викингов и там сталкиваются уже христиане ранее довольно ранее да и викинги и вот как идет между ними какое-то там примирение или попытка найти общий язык это так сложно и дело в том что духи духи я прошла тоже это все язычество они имеют вот этот дух внутри себя зверя потому что там основной этим является месть и хотя можно сказать чтобы уходим до бог войны это тоже бог по-своему но этот бог мсливый он требовал кровавых жертв и приносили жертвы кстати приносили когда урожая ожидали приносили животных жертвы иудеи до сих пор приносят жертвы животных в гималаях на больших высотах до приносят там жертвы животных вот а вот южная индия уже этого нет там уже кокосы там еще что-то такое форме жертвы могут быть там или вода кокосовая но уже нет такого то есть хотя это из это хинду но вот христианская душа она уже рождается таковой понимаете и когда человек впервые приходит к божественному вот я допустим ведь когда я жила в советское время я не читала никакую библию мне бабушка только давала там молитвы какие-то она была мне очень близка поэтому я все это выучил очень аж там иисусова молитва а когда в руки мне попалась библия и евангелие я как только прочитала вот иисус там все такое меня просто пробило так потому что моя христианская душа во мне заговорил мать она заговорила она ожила она может спать могут нас разные духи так скажем беспокоить этих языческих духов очень много это не значит что я против там язычество но я хочу сказать что в этих духах очень много не очень хорошего поверьте мне много звериного ну вот смотрите викинги все увидите вот эти жертвы к животные вот это вот все для меня это неприемлемо и поэтому я облужданиях в поисках до не понимая тоже проходила разные и религии все но результат вот по рождению своему я бабушкой была крещена и я хочу сказать что наверное внутренне вот сейчас я прихожу к тому что я христианская душа я рождена как душа христианки и потому духи язычества да я их уважаю я к ним хорошо отношусь я могу там сказать им да и многие да для меня они вызывают даже интерес вызывали особенно большой раньше но погружаться туда я особенно не погружалась просто меня погрузили меня там посвятили в разные религии но душа вот уже как-то сказать возраст у меня такой что не позволяет там чего-то такое уже поисках своих конечно я еще не остановилась но уже можно сделать какие-то выводы и про себя я могу сказать что моя душа христианская и смотрите почему мы говорим духи язычества а душа христианская то есть пока в человеке властвуют разные духи разных боговых много очень душа у него находится где-то там на задворках она может спать поэтому еще раз напоминаю что вот та гусева которая была рядом со мной сейчас она уже лейфер она ведь на самом деле погружалась очень серьезно в язычество и в нее все вот эти языческие там обряды она все это знала и часть каких-то я видела и понимала но дело в том что все когда мы жили вместе вот она вместе была со мной все время я ощущала какой-то дискомфорт все время квартире или где-то там на даче все время что-то было такое потустороннее понимаете очень много было потустороннего но когда ты приходишь к христианская вспоминаешь и твоя душа христианская пробуждается можно сказать как много лет во мне любовь спала это душа это любовь это любовь это ядро бога это его суть и когда душа в человеке пробуждается пробуждается любовь и тогда и смирение приходит и приходит все то что сразу начинает понимать что нет мы должны прийти к душе и поэтому иисус говорил что наступит время и я приду как победитель без врагов в сердце то есть душу каждого человека и вот эта битва бесконечная почему одни обманывают других убивают христиане истинная христианская душа вот допустим у меня христианская душа она никогда чужого не возьмет она никогда вот так вот не сделает каких-то поступках она я боялась бабочку убить из детства да то есть она не совершает вот она не совершает вот этих вот преступлений духи же язычества если боги язычнические правят в людях то такие люди могут душа у них спит то есть христианская душа уходит и они спят и они могут совершать все что угодно и поэтому сейчас вот буйство такое происходит вот этого язычества я называю потому что поклоняются они сами могут я же говорю могут ходить в церковь поэтому тут очень сложно надо понимать как-то по-другому но при этом внутри себя носить язычников понимаете хотя вот саша не могла там ходить в церковь ей там не очень но дело то что церкви тоже какие стали да то есть уже вопрос очищения церквей дело в том что церковь это собрание людей но в принципе нашей церкви внутренней является наша душа вот и когда душа просыпается вот и говорит человек становится христианином там уж православный я же не хочу обижать и среди католиков много христианином пробуждается в нем что-то и вот эта любовь бога поэтому суть творца как мне было сказано не во плоти человеческой вот а духи духи язычества они ведь владеют плотью поэтому я вот и ответила себе на вопрос почему моя мать жила до 93 лет а мой отец ушел рано потому что он все-таки внутреннюю в нем победила христианская душа мой дед тоже мучился но я думаю что он ушел вернулся в христианскую душу свою богу или к богу или вот к этим вот странным богам которые волхау так называемую или куда там я не знаю мир город где происходят какие-то разные вещи и где вот эти жертвы и это кровь там ведь обливали себя кровью мазали лицо кровью убивали людей приносили их жертвы представляете что это такое что это и это все считалось нормальным когда-то это властвовало на земле поэтому если люди каждый сам должен себе задать вопрос что в нем правит конечно поэтому поэтому вот ответы которые я нашла почему христианская душа так рано уходит а вот я говорю рано ушла бабушка а моя мать жила до 90 с чем-то потому что она язычница а язык язычниками правят разные очень сильные духи боги и они могут продлевать даже вашу жизнь вы можете очень долго жить вы можете даже выглядеть молодо потому что эти духи будут над вами владеть давать вам это вот христианство же как таковое ну я имею ввиду то что связано с христом это жертва некая это уже переход в новое состояние когда человек сам добивается когда в нем начинает владеть душа его говорить когда душа говорит когда любой просыпается и вот тогда просыпается тот и бог который и есть отец небесный мальчика извини я сейчас передачку сделаю позвоню те ладно я сейчас прямо делать придачу ага давай дорогая мама вот моя позвонила так вот конечно духи язычества очень сильны они дают такую просто иногда вау через ненависть через ярость через все такое мы как бы когда владевали нами эти духи и они обладевали тоже и мной я чувствовала огромную силу я чувствовала огромную волю еще раз говорю я люблю всех этих духов я не говорю что они плохие там многие из них очень даже но то что я надеюсь вот я вчера даже ложилась спать и говорю я как душа христианская божественная я против того чтобы когда-нибудь приносились кровавые жертвы богам таким как один там все такое один они тоже должны трансформироваться понимаете и духи эти должны трансформироваться вот эта ярость это вот ненависть это такое отсутствие любви там где присутствует ненависть там нет любви но прожить это следует я проживала все это прямо открыто вам говорю я проживала ярость я проживала все такое вот мной овладевали эти духи огромная появлялась сила в теле физическом вот а так как суть творца не воплоти а в душе нашей тут надо и задуматься просто всем нам надо подумать сегодня так мы пришли то к божественного к душе своей я уже говорила что бог шива это тоже это есть бог богов вот этот отец который альфа омега который есть отец отец христа поэтому когда он пришел еще раз не канонических библиях сказано что он же сказал иудеям что ваш бог человека убийца и дьявол это иегова извините вот и основной упор в язычестве то делался у мужчин на член вот были женщины воительницы валькирии мне тоже все это нравилось я где-то даже чувствовала себя в какие-то моменты там и темы 7 и 5 и 10 но проходит какое-то время вот мы проходим это наш путь понимаете нельзя никого в этом плане осуждать ну проходит какое-то время и счастье если в человеке проснется христианская душа понимаете потому что ты сразу ощущаешь эту разницу и тогда ты уже прозреваешь и начинаешь видеть своих христиан которые воистину внутри христиан не снаружи не то что можно читать тысячу раз новый завет библию там все что угодно читайте сколько угодно молитвы можно это делать а душа ваша будет спать а внутри пусто можно цитировать вот там у меня многие цитировали чего-то такое а душа не христианская а любви в душе нет и надо просить про чтобы но каждая душа просыпается в свое время засыпает и просыпается я родилась как христианская душа я была близко к бабушке я ненавидела начи начала ненавидеть мать может быть таким образом обрела каких-то духов язычество поэтому во мне есть и то и другое намешано потому что мои родственники мои корни таковы что там есть все поэтому во мне есть и то и другое и может быть наступает задача вот там викинги когда с англичанами встречались с одним королем он уже шел на связи с язычеством чтобы дать им земли и чтобы они выращивали хлеб и дружить вот это первая дружба которая должна завязаться между богами язычества и христианскими но при этом я хочу сказать что иисусу христу и богу богов должны все подчиниться душе должны подчиниться любви должны подчиниться но боги когда-то мне было сказано что когда рождались бы мать-богиня в разных там именах том числе и то удар была убита лилит например энергия творения воплощения удар он послан был богами чтобы покрыть под вечными снегами надежду веру и любовь чтобы не могла родиться вновь вот лилит мне это было сказано и поэтому я хочу сказать что сейчас наступает время когда надо усмириться пройдет какое-то время усмирятся и языческие боги и не станут они больше убивать любовь в себе наоборот в них я хочу сказать в каждом из них вне зависимости от того ходят они в церковь не ходят начнет пробуждаться душа и тогда зверя дух падет в лета вот подавайте подумаем над тем каждый какая же кто же вы душа или вас еще гуляют духи язычества ну я так называю язычество значит там разные духи разных богов какой путь вы проходите что у вас внутри живет если вас бушует что-то там такое ненависть и все такое и там вы несправедливости ищите тому еще это вас пушуют духи язычества духи языческих богов различных их миллионы там поверьте в индии миллионы но так как в индии миллионы этих богов то они все как-то между собой привели примирились а чем индия отличается от всех что все примирились и все дружат там никто ни на кого не нападает никто не кричит что-то это things to thati там месте рядом и кришнаи ты и интегральная йога и хинду все все рядом и никто никого не уничижает все дружно живет сейчас можно пойти в Шиваицкий храм, тут можно пойти в Кришнаицкий, тут можно пойти к Ганеши, тут можно пойти к Сикхам, извиняюсь, в Золотой храм. Везде, пожалуйста. Все ходят, никто никого не спрашивает. Ты кто? А у нас тут идет такая активная борьба. Это тоже язычество. Все те, кто из храмов наших, из церквей наших, ведут такую борьбу за и, кстати, простите, и мусульмане тоже. Ведь Магамед сказал, что священная война Газават это война с нечистотами в собственной душе. А они переносят эти нечистоты на других людей и объявляют им войну. То же самое делают в христианских храмах и церквях. Воюют там с какими-то там этими врагами. А врага нужно искать в себе. Даже Путин, кстати, на этом на Валдайском форуме тоже говорил о том, что надо начинать с себя. Вот он даже, кстати, что мне понравилось, привел там Сент-Экзюпери из «Маленького принца». Начинать надо с себя. Всем надо начинать с себя. И тогда все войны прекратятся, потому что проснется у всех христианская душа. И тогда приду как молния от востока до запада как победитель без врагов сердца в душу каждого человека. Иисус сказал это через него, сказал Отец Небесный. Или тот, кто не рожден. Бог Богов Шива не рожден вообще. Он не рожденный. Поэтому он не рождался. Он только мог появляться где-то или не появляться. Иисус Христос был рожденный, поэтому он Сын Человеческий, он об этом говорил. И в нем божественная частица Бога. Вот давайте поразмышляемся немножечко на эту тему. Христианская душа. Что это? Это что? Хождение в церковь, вставление свечей, там и все такое? Обряды? Нет. Нет. Моя бабушка не ходила в церковь. Она просто была христианской душой. В ней жила любовь, доброта, всепрощение, смирение, независть и так далее. Если у вас есть вы завидуете, давайте посмотрите на себя. Это, кстати, языческие боги. Они там друг друга молотили. Вы почитайте там, вот, допустим, там боги Зевса и его все окружение, как все молотили друг друга, как там все эти Артемиды и прочие, я не помню уж, как их зовут там, как они своих этих убивали друг друга, поедали собственных детей, зависть, гордыня, гордость и все такое. Это все языческие боги. Мы с вами здесь рожденные, вообще-то, христиане еще, православные, да? Вот православное тут немножко примешивается, может быть, и язычество, может быть, православие, это правеславие, это есть соединение небольшое такое язычество и уже вот христианство. Поэтому, дорогие друзья, просто я даю повод для размышления вам, потому что это очень важная тема. Кто я? Христианская душа, проснувшаяся? То есть, во мне живет Бог, любовь? Бог есть любовь. Или я еще гуляю, изменяю своему Богу с духами язычества. Мы все изменяли. Боже мой. Прямо забили. Сейчас. Сейчас я отвечать не буду пока. Ну, просто как нарочно. Вот смотрите, как нарочно. Ну, вот что это такое? Вот. Поэтому, дорогие друзья, куча звонков, как обычно. Я на этом тему сейчас завершаю, потому что я чувствую, что меня уже достают. Так вот, когда мы, в нас гуляют духи язычества, это как бы мы изменяем своей душе. Вот. Ну, мы все изменяем. Кто-то женщины изменяли мужчинам своим, мужчины вообще изменяли направо и налево своим женам. Вот. А тут вот мы изменяем Богу. И бегаем за, хватаем разные языческие духи, подхватить их можно где угодно. А там, где язычество, еще раз, там очень много было зависти, гордыни. Вот, блин, ничего такого. Вот смотрите, что творится. Так что, дорогие друзья, я оставляю вас наедине с вашими размышлениями о языческих богах. Можете еще раз посмотреть. Да, очень трудно становление шло христианства. Это понятно, что там и говорит. Но сейчас уже и в Африку, оно и везде, везде есть христиане, да. и христианский народ все-таки живет по заповедям. Но еще раз, жить по заповедям и быть христианской душой это разное. Но когда человек как бы старается соответствовать заповедям, то он уже потихонечку отходит от языческих духов и приходит к христианской своей душе. И постепенно душа просыпается и просыпается любовь. Как много лет во мне любовь спала. Даже песня такая есть. Все, спасибо вам. Всего вам доброго. Размышляйте, друзья. Надеюсь, что эта передача будет вам очень полезной. Редактор субтитров А.Семкин